как залезть то наверх запрыгиваем в мастерской будет сидеть какая-нибудь дрянь сто процентов так а как мы запрыгиваем дожим я вообще ключ взял я могу зайти как то сказать как человек во как автомат он могу зайти заводы и так уже атака новый урон 73 неплохо в принципе хочу сказать что я привык к использованию практически всего то есть очень даже стало ну в какой-то степени комфортно но конечно ты будешь бить меня опять крит короче у них хп слишком мало для этого по крайней мере на данный момент использовать паралич на постоянной основе это вообще бесполезно вот эти во всякие агры с боссами ну может быть еще как-то как-то я могу понять а просто так пытаться закидать обычных противников станом это не самый лучший подход наверное поэтому все-таки тяжелое оружие будет поэффективнее но я вообще всегда я не знаю у меня вот большинство соусов я проходил чем-то средне тяжелым что парадоксально потому что я всегда люблю именно легкие билды как-то не знаю в драг соусах и как правило в таких играх с такими билдами сложнее всего я не знаю то есть надо уворачиваться и типа у тебя гораздо больше наказания от того что ты не заблокируешь или не увернешься но тоже непонятно поэтому я всегда были копии mortal shell я проходил в самой тяжелой оболочке но там правда прикол именно с пассивной способностью то есть представьте себе пассивная способность которая поднимает тебе максимальный урон с каждого убитого противника но казалось бы ну и поднимает и поднимает да там чуть-чуть есть какой-то прирост действительно он с одного противника незначительный но только прикол в том что у тебя бесконечно может это стакаться и сбрасывается только тогда когда ты умрешь я не знаю может быть это как-то уже пофиксили но когда я проходил игру а это в принципе было еще до релиза потому что у меня была игра там за неделю по моему может быть они как-то так или иначе это исправили потому что это слишком имбола я просто мог провести не знаю там час в начальной локации где и так всех хожу в аншоту набить них еще больше себе уровня прикинь еще больше вот этого эффекта и все и меня просто невозможно убить я ходил бы боссов в аншотов мне кажется мы эти могли подняться наверх мне почему-то кажется что если здесь пропаркурить что-то можно найти вообще не факт особенно учитывая что сюда запрыгнуть я не могу и зачем зачем-то сюда можно зачем а вижу вот этот тот самый сундук который даже не сундук а здесь интересное о ты думал ты можешь от меня спрятаться сырье ай-яй-яй мой косяк но я тебя не видел даже подожди бей меня огнем компенсируем не лед такой вопрос я же не поставила модули да я молодец что зачем действительно так этот модуль умеренно увеличивает равновесие время заряженных атак этот модуль умеренно увеличивает физический урон полностью заряженных атак и гида насколько часто я пользуюсь заряженными атаками или физический урон давай физический урон сюда поставим эффективная вентиляция потом еще один ключик используем сопротивление огню так предметов много изоляционный я поставлю пожалуй лишь с ними не будет а но у нас кстати квест надо найти верхнюю часть сета который вот у меня сейчас ботинки и штаны я хочу верхушку найти посмотреть как это будет выглядеть я не могу о а вот оно а вот блин как по заказу ну-ка вот это даже выглядит лучше потому что этот сет мискоденский какой-то какой-то бме во первых брони на 20 больше во вторых все эффекты гораздо лучше там понятно что мы чуть-чуть теряем шляпа конечно интересная но она дает выносливость поэтому идем вот вот этот сет хотя бы мне нравится визуально хотя бы что-то в нем есть мискоденский не очень выглядит и понимаю я все-таки правильно двигаюсь потому что мы далеко уходим ой что это было там наверно на втором этаже что-то все-таки лежало просто отдельно я сейчас выйду куда-то хотя может я выйду туда же узнает так и так я и повелся конечно еще с тобой и встали мне главное нравится твою мать он а я льдом умею стрелять смотрите не попадаю правда а почему а зашибись а меня просто только что обманули на блин капсулы а вы как турели просто будете работать вот и паскуда такая мерзкая да конечно так и тебе и дам это сделать отличная сборчика ли а ну костюм не костюм классный вообще а крыша твою мать крыша до новая локация добрый вечер обратно ворота открываются мне же просто общину на мастерскую надо усилитель это больше восстановление здоровья это же открыл это отлично открывается так мы не закрыли сейчас надо вернуться зайти внутрь и подняться на второй этаж или там на третий на какой там должно что-то лежать вот эту лестницу я проигнорил я просто думал что здесь подъем а тут просто сундук лежит прикинь вот если бы я просто хотя бы глазом заглянул то модуль длительности негативных эффектов и ключ мне кажется надо ключи потратить чтобы открыть все сначала ячейки вот как раз я его потрачу у нас будет четыре ячейки мы уже будем их аккуратно прокачивать там на третий уровень надо 5 до лапы не дешевые шпат катик не понимаю что мы делаем какое у нас задание основной сюжет и должна найти способ вновь запустить передвижной мостик тогда нас может попасть на верхний уровень решение наверняка отыщется где-то возле заводов короче идем пока по порту смотри пошли огненные уроды прям конкретная давай сделай залп я знаю ты хочешь давай 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 зайка молодец а я тебя теперь просто шоуту это атакой как тебе такое а но это все завод это все еще завод просто это порт что-то нехорошее я нормально а этот стреляющий что ли у меня кстати как ты все еще с окружением небольшой диссонанс то есть я все еще в трейлерах видел такие крутые красивые локации здесь пока что не было ни одной такой ядро просто прилетела слышь хотя мое ядро да ты тварь на кушай вот это теперь понимаю как работает здесь весталки вряд ли я смогу себе сейчас вернуться спокойно прокачаться поэтому лучше как-то жить так сюда наверно бесполезно а а подожди а куда я с ним туда как так вышло я запрыгну типа вот сюда наверное расстояние прыжка кстати вообще никак не зависит от того насколько быстро я передвигаюсь с разгончика никуда не улетишь пузырьки пузырьки их достаточно много в какой-то момент они закончатся и пользоваться именно босс файтах например я бы наверное не стал потому что таким образом грубо говоря на одном босс файте можно потратить вообще все подстава дверь я в таких комнатах всегда жду подставы и не происходит почему-то как так колесо отомщения это тоже что-то наверное нелегкая это вообще тяжелое а это огромное гигантское колесо такого нам не надо давай атакуй меня на убей меня попробуй не получилось блин да как жаль какая жалость направо смогу допрыгнуть где вон там это крутое описание гида смог теперь обратно но и нам все равно вниз открывается не открывается переть все это расстояние целиком больны нет вы с ума сошли кузница с которой наверняка ничего нельзя ковать потому что я так это умею делать я вижу что-то синяя а здесь нестабильный блин ну ты такая крутая у меня нет обычных хилок зараза такая это он это нестабильный оружейник что это такое что это так так я понял в это не лезем с огоньком парень вот это я грибу от него сейчас как разрывным относишься отлично а к огненным ну кстати я могу заставить его гореть проблема в том что я не могу заставить его гореть он не горит но и у меня всегда могу делать вот так максималочку по нему очень сложно понять что он собирается делать конечно он просто бьет копьем и как бы не только копьем ну да и круговые атаки это отдельный вид проблем впринцип справляемся твою мать какой тайминг она кстати пистолет тоже прокачивать я буду тогда урона больше по факту наносить я модуль предсмертные ярости прикольно я говорю я нашел какую-то вот Очень прикольную систему Которая просто работает Как будто бы она будет работать вечно То есть любой тяжелый противник Ну легко станется в этой игре Потому что набор Я так понимаю эффекта Он вообще никак не зависит от того Как мы наносим урон Он всегда будет примерно одинаковый Так, все, 4 ячейки я открыл Дальше копим ключи на прокачку навыков Давай тогда действительно Надо 2 бронзовых, 1 чугунный Давай щит мушкет прокачаем Для большего урона И он наверное будет еще больше набирать по алхимии И кстати мастер алхимии тут нужен Тут вообще градация через A Так что стихийную алхимию тоже нельзя пропускать мимо Да, да 3 300, я могу прокачать что-то одно Может мы тогда стихийную алхимию прокачаем Для небольшого бафа Ну совсем чуть-чуть Входим в какое-то подобие города Слушайте, а где тут именно такие полноценные боссы? Должен же быть хоть один В бете, по крайней мере Мы просто убивали двух нестабильных автоматонов Это тоже серьезные ребята Но Но это не полноценный босс Или тот босс, который был в порту Который меня Не давал мне на лодку сесть Типа это босс Ой Извините, не признал как врага А я не могу ударить Смог Стеус Проблема в том, что Слишком много хп у него, чтобы умереть Мне так нравится эта сборка Это просто пипец Мне кажется, я так и буду играть На релизе Запасы Сталь 77 ливров Малибден Вольфрам Циркони Примечание Если запасы не будут пополнены в ближайшее время Производство фонарей становится через 6 или 7 дней И мы больше не сможем удовлетворять запросы графа Калиостро О, мы сможем прокачать фальшон И я бы это и сделал, между прочим А, ну кстати Мы там никого не убивали Давай плюс 1 сделаем Интересно, какой уровень максимальный Какой-нибудь пятый, десятый? Пятый, наверное А почему? А, я же бронзовый потратил Зараза А не продается один? Один бронзовый буквально нужен В магазин Это что у нас? Материалы Ключ от модуля можно купить Обидно Очень обидно Так, это я пошел наверх А теперь мы идем сюда Заводы Снова заводы Ту-ту-ту-ту Ребят, я вас уже не боюсь Вы мне можете даже чуть-чуть урона носить Это Совершенно не страшная ситуация О, это и нужно было Господи, вот какую машину она видела А, ну да Активировать Вернуться в мастерскую А здесь, кстати, нет быстрого перемещения Между точками Да, Висталок? Это Грустно Ну, скорее всего Отсюда Там какой-то, правда, стоит придурок Стреляет он своими ядрами Сейчас мы его кончим здесь Кореточек Вот и они начали набираться Хорошо Давай Давай-давай Теперь смотри Бум 262 Второй Он не захотел второе делать Так нельзя Слышь, я знаю твой мувсет Пользуюсь им Модуль пролича Кстати, насчет модулей Что-то я про них забываю Что я хочу Модуль слегка увеличивает пролич Кстати, можно это спокойно ставить Потому что мы этим даже начинаем пользоваться Ну, увеличивает длительность Негативных алхимических эффектов Наложенных на противника Лед я быстро забиваю Остальные не использую Слегка увеличивает Физический урон И ударную силу Атака гида Когда ее здоровье почти на нуля Опасно Ну да Критическая починка Оставляем Вторые уровни там Соответственно уже Более крутых модулей Должны быть Блин, я еще как знал Я стратегически понял Я взял Черный каркас Черный металлический каркас Который, мне кажется Идеальнее всего Выглядит с этим сетом Я не могу бегать По этим крышам Так, ну мы можем вернуться сюда Вот этот лифт активировался Или что? Я снова здесь Что-то надо использовать А вот что? А, дверь открылась А, не, подожди Не-не-не-не-не Здесь мы заходили А по лестнице я не подниму И так, а что надо? Я вернулся, игра Не понимаю Это лифт или балкон? Он как-то Во Рычаг А поднимается Он сам понимает Он, это искусственный интеллект Он, это искусственный интеллект Я видел ты выступать в Версайле, когда ты был первым присоединился к курии. Я был отправлен к курии. Сан-Майстер, она в безопасности? Да, она находится в чатеу Сан-Клу. Она защищена машинами. Машинами? Что произошло от богов? Нет, нет ни ума гады. Свои страницы. Он не лучше, чем пакет. Я должен найти М. Волканцент. Он держит секрет к Тайлос-Аутоматам. Твой Создатель? Это мы два. И мы все остались слишком поздно. Он должен был вернуть к его мастер. Я только смог найти эту ночь, написанную в его руках. Это ничего не полезного. Только одна вещь, certain. Куда он пошел, он не взял его мастер-класс. Он оставил крючок. У нас есть машины. Я думаю, что вы знаете. Вы, которые делали свою природу. Нет. У нас есть машины. Это невероятно. У нас есть мастер-класс. Это будет, безумно, для вас. Я должен ответить на то, что самое важное. Если мои офисы должны быть верны, люди в армии называют М. Лафайет как их генерал. И это моя обязанность ответить на их звонок. Добраться до самоходной кареты. Что еще здесь есть? Месье Клестро, нам отрадно узнать, что ваших весталок уже можно доставить на условленные места. Я молюсь, чтобы те неприятные инциденты во время их испытания больше не повторились. Меня очень беспокоит то, что вы назвали разрывом. Нельзя, чтобы в городе оказались машины, которые вам не подчиняются, Людовик. Хм. Действительно. Вы, Ваше Величество, хотите знать причину моей тревоги? Неужели вы забыли, что это я, Вакансон, создал эту машину собственными руками? Проклятая ночь в Медоне. Боюсь, я никогда не забуду того, что там увидел. Будто бедному Дофину мало было отдать Господу свою душу. Нет же, нужно, чтобы он... На этих словах письмо обрывается. Не дописал? Я так понимаю, что это все... Блин, прикинь, короче, когда мы сейчас подойдем к карете... Там тоже будет босс. Просто тут босс каждый раз напереходит. Нас предали. Этот пес Дофиландр исчез, а вместе с ним одежда, оружие для Защитницы Ее Величества Королевы. Миссия Граф, ответьте, разве я не предупреждал вас об этом человеке? Разве не говорил, что он близок к Вакансону и смотрит ему в рот? Этот дурень погубит все, к чему мы стремимся, и наверняка разбазарит или спрячет украденные ценности. Нанимать его вторым помощником было безумием. Я бы один справился со всей работой. Увы, теперь передо мной стоит трудный выбор. Браслет, что вы мне дали, похоже, утратил свою силу, и мне угрожают автоматоны. Я не знаю, что делать и боюсь за свою жизнь. Почему вы рассказали мне так мало? Я постараюсь добраться до Версаля, где надеюсь отыскать вас. Ваш преданный помощник Гидон. Эй... Воспоминания. 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 Моя сладкая дочь. Я не верю в это. Танцер, который ты предложил мне... Она великолепная. Ты лучший папа. Алло, скажи мне. Будешь ей именем? Это сюжетный какой-то предмет. Смотри. Это наверняка будет влиять на концовку. Сто процентов. Это же здесь? Предметы для заданий. Эти туфельки принадлежали механической танцовщице Эжена де Вакансона, шедевру инженерного искусства, который тот подарил своей дочери на ее пятнадцати... ...пятнадцатилетие. Судя по ведению, посетившему эгиду, когда она их коснулась, девушка была сильно привязана к этому автоматону. Казалось, для дочери Вакансона в целом свете не было ничего дороже. А, нет, это не она, у них просто лица одинаковые. Окей. Слушай, ну место, конечно, жутковато. Вот это все... Зачем он это создал? Вот зачем? Вот зачем вот эти ползающие твари нужны? Что? Что они должны были делать для людей? У меня такой вопрос. Вот что? Ну, кроме как рвать их на части. Собак вот он сделал. Никого, из кого мы не видели пока тут нет, да? Ужасно, просто ужасно. А, ну вот карета стоит. Я так понимаю, что это она и есть. А мы тут были вообще? Вот эти ворота. Вот эти ворота. А, это ворота, которые... Которые главные. Это другой шорткат какой-то, который сюда будет везти. Так это та карета или нет? Это та карета. А здесь что? А здесь ничего. Я вижу, как там карта прогружается периодически. Ну, я так понимаю, что меня игра должна сейчас просто остановить. Наверное. Ура. Можем. Товим. Вороним. А, самоходная карета. Ну, то есть это быстрое перемещение. Ну, это быстрое перемещение между теми локациями. Переписка. Месье Эжену де Вакансону. Дорогой Эжен, вы можете рассказать, в чем причина этой ужасной напасти? Ваши машины убивают всех, кто попадается им на пути прямо под мими окнами. Только и слышно, как кричат перед смертью невинные люди. Вы больше не управляете своими изобретениями? Может, король приказал вам устроить эту бойню? Умоляю вас, друг, мой. Ответьте как можно скорее. Отправьте письмо в мой особняк в квартале Сент-Эстаж. Также снаряжение, улучшение и перемещение, которое... Thank you for playing. See you soon. Да, мы прошли бету. Нет, верни в игру! Я хочу оружие другое. Просто анимации посмотреть. Можно? Дом инвалидов. Пусти. Я хотел... Ну, да, типа я не пользуюсь этим оружием, но хотел бы показать, как оно работает, какие там уникальные атаки и так далее. Прикольно! Не знаю, у меня смешанные ощущения очень... То есть мне нравится концепция, она очень крутая, ну, своеобразная. То есть мне нравятся соус лайки, которые берут общую концепцию соус лайков, добавляют что-то свое, и получается какая-то более-менее уникальная игра в жанре. Это прикольно. К сожалению, они вот зачастую кривоватые, и в принципе Steel Rising, он чуть-чуть кривоватый. Мне вообще не нравится оптимизация, потому что, опять же, вот я сейчас кручу, вот я не знаю, сколько у меня FPS в игре. Ну, 60, наверное, есть, но они какие-то нестабильные. Когда я начинаю бить, персонаж как будто двигается медленнее, я не знаю. То есть что-то вот во фреймпейсинге, может, какие-то проблемы. Короче, визуально, ну, на моем мониторе, по крайней мере, это выглядит не очень комфортно для игры вот в соус лайк. Так, поэтому иногда там и плющ какие-то получаю, могло быть лучше. Вот, при этом по железу вопросов не должно быть никаких. То есть тут не такой графон, чтобы все это дело так нагружать, поэтому надеюсь, что над оптимизацией они как-то поработают. По механикам все достаточно прикольно. То есть, я думаю, там есть еще куда развиваться, есть разные виды оружия, как раз давайте сейчас их посмотрим. Потому что и билды, и разные умения у нас есть. Так, окей, фальшон, мы посмотрели, давайте колесо отомщения и огненный цеп, как работают. Ну, это тяжелые штуки. Они, ой-ой-ой, ну, это вообще. Вот такой у него мувсет. Ну, не знаю, я бы таким не дрался. Короче, колесо вообще не впечатлило. Ну, неплохо. Подожди, это тяжелое? Это среднее. А почему было тяжелое, когда я открывал? А огненный цеп, это неплохо. Он же еще эффект накладывает наверняка. Ну, вот у него ультимативная атака. Стоять, крутиться. И ульта прикольная. Такая-то ульта какая. Это щит. Это, наверное, какой-то типа щит парирования. Контратака, да. А, ну и все, больше мы оружия не находили. Ну, не знаю, мне, короче, очень понравилась фальшон сабля. Офигенная вещь. Когти-немезиды. Пошли попробуем когтями сделать какой-нибудь каунтер. Я, конечно, на пэри особо... Я в них не верю, но давай попробуем. Какой там должен быть тайминг? Как это сработает? Конечно, если у фальшона было бы пэри, я бы им пользовался. Просто мне общая концепция там больше нравится. Не получилось. Ты можешь по мне бить хотя бы, дружок? Еще позже. Во! Ну, прикольно, да. То есть он отбрасывает так конкретно. Я не знаю, правда, как продолжать при этом комбинацию делать. Ну, короче, фальшона сабля выглядит как-то более... В моем стиле. То есть я уверен, там будет еще оружие. Возможно, я найду что-то другое. Но вот эти штуки мне очень сильно понравились. Я буду, по крайней мере, поначалу проходить с ними. Да, нам в любом случае на релизе придется перепройти все вот это вот. Потому что у игры вот это все не перенесется в релиз. Поэтому будем надеяться, что там будут какие-то изменения. Все равно там были какие-то двери, в которые я еще не мог никак войти. Поэтому уже полноценный геймплей может быть и изменится. И все еще будем сильно молиться на то, что это какой-то, возможно, еще более ранний билд, чем у них сейчас есть. Они продолжают работать над оптимизацией. И, пожалуйста, оно не такое графонистое, чтобы не показывать FPS. Ну что ж, как-то так. Будем ждать 8 сентября, когда игра выйдет. А у меня на этом все. Так что, если вам понравилось, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал. Если вы еще не подписаны, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, соответственно, прохождение полное. Steel Rising, я от него отказываться не собираюсь. По крайней мере, мне игра, в принципе, зашла, чтобы провести в ней какое-то время. Также подпишитесь на Telegram, там новости, анонсы и много всего другого. Расписание, которое, кстати, на сентябрь тоже скоро появится. На этом все. Вы были на канале FASGOR.TV. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok